Боксер из Украины появляется на публике, приветствуют его болельщики. 31 год, один бой, одно поражение. На профессиональном ринге. Досели победу, радость победу он пока не испытывал. Возможно, сегодня постарается удивить, хотя будет сделать это очень сложно. Руслан Мурсатай все свои поединки проводил дома, то есть в Казахстане, в Алматы, в Астане, а также в Актубе. Сначала выиграл в 2016 году у Валерия Замиралова, затем у Фаруха Мадаминова, у Ганса Нуху Азимы. Затем у Андреса Матеса Афранили из Аргентины. У Шухрата Гурбанова, а также, может быть, теперь боксер Павел Королевка. В принципе, пять побед. Насчет у Марсатаева неплохо, но нужно отметить тот пак, что Руслану уже 33 года, весьма опытный. Боксер только первые шаги, скажем так, делает на профессиональном ринге. И пока невысоко в рейтинге он расположился. Всего лишь в 254-ю свою профессию. Пять побед нокаутом в поединках. Сто процентов результат у Марсатаева. В принципе, мы помним его бытность боксера. Астана Орландс, он частенько свои бои именно досрочно завершал. Я думаю, сегодняшний поединок не станет исключением. Хотя, конечно, Павел Короленко достаточно мощный, скажем так, боксер. Несколько боев с его участием удалось просмотреть. И, конечно, преимущественно на любительском ринге, тем не менее, определенный опыт у него есть. Хотя, конечно, Марсатаев несомненный фаворит, об этом никто и спорить не собирается. И вот так вот красиво завершить, наверное, этот красивый бой. Боксерский вечер в Астане. Руслан Марсатаев заключительный поединок. Сонымен, кортынды жек-пи-жек біне құрметті көрермен Руслан Марсатаев, Павел Кроленко. Бұл Украина мен Казахстанның ауырсалмақтаға бұлгары болғап шеберлер. Бұл Русланның алтыншы жек-пи-жега. Кроленко бұған дейін тек біргана орсы түткізіп, оның өзінің женгіліспен аяқтаған екен. Не, Павло Кроленко. Бұл Русланның алтыншы жек-пи-жегін отандасы Егор Плевака ғарсы өткізіп, осы жылдың сегізінші қырки өгіні түрлішілердің шешіммен женгіліп қалған екен. Демек, бұл женгіліс Русланға басымдық беретті байталмаймыз. Не, бірінші раунд. Ауырсалмақтағы боксшылар болғандықтан да, рине бұл жігіттердің әлі өтінің жоғар екендігі түсінікті. Мұндай жек-пи-жектерді барлығын бірганы соқының шешетіндігін білесіздер, сіздер құрметтік өрірмендер. Ағырын жүріп, Ануғыру қатырсуда, Павлода, Русланда. Не, Руслан. Рынзырғы Русланның соңғы жек-пи-жектерді естеріңізге салы кетеміз. Осы үстіміздегі жылы 15-ші қырки өк күнам. Ақтөбедегі қон спорт кешенінде Шухрат Кұрбановқа қарсы өткізілген. Сол кезде біз Русланның қарсыласын нокаутқа түсіргенінің қабардарымыз. Міне, украиналық споршы Шухрат Кұрбанов. Бұл дегені, Руслан Мұрсатаевтың украиналық бокшыларға қарсы орысу тәжіребесі бар деген сөз. Бұл дегені, Руслан өзің қарсыласын рингтің арқанына керіп алып, соққы жұмсауға кірісті. Кроленко. Павланың орған сәттерінде әліне, қауптенуге себеп қазірше жоқ. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Руслан Гаскем, Холдаву Горсет, серпит у Гетерста. Снова в защите действует Павел Кроленко. Защищается, укрывается, уклоняется от ударов. В этом плане ему повезло. Меньше ударов пропустил. Если бы защита была у него не такая, скажем, прочная, то досталось бы ему изрядно. Но прижимает канатом своего соперника Морсетаев. Снова пытается побольнее, поточнее пробить. Подустали уже оба боксуров. Немножко физики не хватает. В предыдущем своем поединке первым дебютом на профи уровне Павел Кроленко провел шесть раундов. Уступил Егору Плеваку. Вот и Морсетаев все свои бои проводил, завершал досрочно. Поэтому, наверное, впервые в карьере боксирует восемь раундов. Упорно старается. Морсетаев меньше минут остается боксировать. В последнем заключительном раунде. Защищается Павел Кроленко. Да, уже, скажем, нет сил у него отвечать на эти удары. Теперь главный выдержит. Продержаться все восемь раундов. Хотя задача профессионального боксера не должна состоять лишь в том, чтобы не проиграть досрочно. Все-таки Павел Кроленко должен приезжать за победой. Не вот так вот. Имея уже одно поражение, дело идет уже ко второму подряд. При этом ни одной победы в профи у него нет. Снова прижимает, зажимает в угол своего соперника с этим канатом Морсетаев. Это все. Поединок завершен. Немножко недоволен был, возможно, действиями Павла Кроленко, Руслан Морсетаев. Остается только поблагодарить друг друга. Морсетаев, а также Кроленко. В принципе, поединок, наверное, не самый зрелищный, но самое главное упор. На неупорство, наверное, на первом месте, если брать все поединки, которые сегодня состоялись в рамках боксерского вечера под промоушеном Казах Промоушен в Астане. Я думаю, зрители довольны тем, что увидели сегодня. Увидели победы в исполнении казахстанских боксеров. И я думаю, что Морсетаеву отдадут победу в этом противостоянии, потому что он больше ее заслужил, нежели Павел Кроленко. Не хватило нокаута. Но я думаю, что это дело будущего. Я думаю, что Морсетаев, Казахстан, Казахстан, Павел Кроленко, Украина. 33-я сар, Казахстан, 31-я сар. Украиналы, Ауырсалмақтага, Былғары, Олға, Шеверлерінің арасында жекпе жек. Көңілдеріңізден шыққан кумендадан баймыз дегенмен, Басым көпшелегіңіздің бұданда қызықырақ жекпе жек күткелдеріңыз анық. Сондымен, төрешілерді не дейді. Украиналы, Казахстан,ғылы кереметгейші мәзің жекшінші, Сондымен, төрешілерді үшінші үшінші, Руслан Морсатаев тің ариде жекші күткені әлық, но руслан у него же не садится и заемец секунды руслан да у вас на каутка амитарта жару брақта кроленканы көте мақты спортшы екетігіне көзіміз жетті бөте тартысты түткен жекпежек өте қызықты өткізілген құрыс бақтияр артаев жегімпазға арназы силық табыстау үшін рингке шыққан екен және бұл осы бокс кешінің ең бір салтанатты сәттердің бірі руслан мұрсатаев қанат ислам мен қатарлас құрыс жеке бірде бейжің олимпиадасында сұңға түскен не қанат ислам өзің бұрынғы командыласы астанаған сізді бокс кулығын салтындағы және украинадан келген бұнақтада сейс епат сома құрымет көрірмен өте қызықты өткен жекпежек кеші мәресіне жетті бақтияр артаев пен қанат ислам бірлес емдастырған бұл бокс кеше көңілеріңізді шықты деген ойдамыз еліміздегі өз заманда талантты боксшыларын дәл осындай керемет кешті үйімдастырып промоутерлік менеджерлік кәсіпті бастағаны дән ризамыз мерекелеріңіз құтты болсын бұл репортаж аяқталды сөз саңында баршаларыңызды тәуелсізді күнімешін жүріктен құтықтаймыз келесіте кезескенше ошсау болыңызда